Друзья, всем привет! С вами канал Будда и Гришна. Сегодня пишут о том, что Филипп Киркоров, комментируя смерть Зайцева и Юдашкина, которые, вы знаете, их не стало буквально с разницей в два дня, сделал это словами Пугачевой. Вы знаете, он в маске постоянно вспоминал ее и цитировал. Во всех интервью цитирует и вспоминает ее. И кто-то скажет, ну вы же тоже постоянно говорите об этом. Друзья, вы знаете, мы говорим в контексте ее гражданской позиции, в контексте поддержки мужа и в контексте отношения к России в целом, именно вот в этом отношении. Он не говорит ничего о ее гражданской позиции, он не говорит ничего об отношении к России, он просто цитирует ее, вспоминает песни, вспоминает личную жизнь. То есть, всячески старается избегать разговоров о политике, о гражданской позиции ее и попросту старается напомнить людям, скажем так, о ее песнях, о ее величии, как он говорит. И здесь, в данном случае, он комментирует смерть двух выдающихся людей, патриотов, кстати говоря, нашей Родины, коим являлся Юдашкин и Зайцев. И Юдашкин лечился здесь и говорил неоднократно, что не видит себя нигде вне России. Они работали, творили в России всю жизнь и оставались в самое сложное время в России. И этим они отличаются от Пугачевой. Значит, вот что пишут Филипп Киркоров строчкой из песни Пугачевой «Куда все уходят» передал всю боль и скорбь об ушедших знаменитостях. Куда все уходят? Куда? Незаслуженно, рано, горько, несправедливо, жестко. Просто нет слов. Заключил он. А почему самый близкий так рано уходит? Может быть, чтобы становиться нашими ангелами-хранителями? Теперь, выходя на сцену, облачаясь в наряды, в сценические образы, я буду всегда советоваться с ним, как, собственно, делал это при его жизни. Это про Юдашкина. Вы знаете, друзья, ну, в целом, конечно, это его дело, как комментировать и чьими словами комментировать. Но вот эта тенденция вспоминать Пугачеву, она есть у Киркорова во всем. Именно не с точки зрения гражданской позиции, еще раз скажу, а с точки зрения того, просто чтобы напоминать. Просто чтобы напоминать и делать это бесконечно. И даже в свете таких событий сейчас он это делает в любом случае. Это тоже интересный момент, потому что мы с вами говорили и смотрели кадры 2014 года, где они облачали все в цвета флаг сопредельного государства. Вопрос интересный, интересный вопрос. После 24 февраля начала операции они все высказались против. И вот эта взаимная поддержка и вот это вот все. Я считаю, что это все не просто так, учитывая, что Киркоров неоднократно высказывался о личном знакомстве с президентом сопредельного государства. Но Киркоров патриотически настоян. Он говорит, я с Россией, я в России, все. Но вот воспоминания, скажем так, интересные. Друзья, что думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.